Давайте я объявлю Александра Ванькова, второй курс колледжа Моцарца нато до минор, первая часть. Субтитры подогнал «Симон» 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 Все, и соль, и пиано, и соль должны быть очень слышны. Пиано, 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 потом пиано. Не-не-не, там есть еще раз. Да, но не надо готовиться. Это субито форте, да? Пиано, пиано, и потом пиано. Все пиано. Да. А потом... Дальше идет пиано. Представь себе, что у тебя там бас и вторую очередь. А не... Да? То есть, немного отдельнее первые восьмые, да? Потому что иначе будет немножко... Тут есть лиги в некоторых изданиях, где... Не нужно... Да? Вот это очень важно. И а в правой руке вот так же, как и в самом начальном... Шестнадцатой. И здесь... Кстати, очень удобно. Да? Вот после шестнадцатой. Поэтому ты не жди сильную долю. Сразу после шестнадцатой. Понимаешь? Вот попробуй еще с самого начала все. С самого. Да-да-да. Да-да-да. Извини. Половинку вот эту... Не надо на нее так и нападать. Потому что, в принципе, форте все. Да. То есть, не передали... Четверти тоже. Так что, если ты берегусь с таким напряжением, в смысле динамики, первую половинку, ты обязана продолжить четверть и так же. Поэтому это даже... Да? Примерно. Да. Нет, чуть позже. Не пойся. А? И даже еще. Нет. А почему там такое эспрессивно? Да-да. А ничего не надо. Да, просто все пиано. Да. Да. Пиано? Нет-нет-нет-нет. Одинаковая длина. Да. Подожди. Не-не надо делать. Ты что хочешь безумно выразить? Не... Все. Там пиано. Да. Пиано. Да. Да. Пиано. Да. Пиано. Да. Да. То же самое здесь. Там есть крешенду. Да. Да. Там же нет крешенду. Там же нет крешенду. Значит, надо... Там же пусть берем... И вот... Там же не будет... Лучше будет хроматизм. Если ты не будешь делать крешенду, да? Еще раз. Там же... Да. Фортер... Да, это супер дом. Пято. Так. Пято. Пять... Вот видишь. Понял? Ты очень много времени тратишь на первую и восьмую. И вот, герда. Все. Сразу идти на форте. Кстати, в принципе, это все форте. Слишком играть форте не надо, чтобы повторяющиеся три раза одна и та же. Этого достаточно, этого звука, чтобы было... Не надо слишком перебарщивать форте. И правую руку обратить на разрешение. Понимаешь, да? Еще раз на тот же. Не надо, не торопи, и все до конца пьяны. Не надо. Не надо. Не надо. Добрый день. тоже должна быть, потому что правая разная. А если тут уколятная тема идет, то это совсем меняет совершенно состояние, вот именно вот эта тема. Кстати, с играми триоли, пожалуйста. Правду надо играть и отлучить отдельно. Нет, ну ты знаешь, что здесь, извини, тут очень большое значение имеет артикуляцию. Ты играешь все триоли одинаково, вторая, третья. Попробуй медленно сыграть то, что я тебе сказала. Вторую, третью. Нет, с первой, с первой, но просто. Вот так. Нет, 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 первую вообще скучаю. Нет, но абсенты не должны быть. И даже, да, это только для того, чтобы была бы очень точная, четкая артикуляция. Понимаешь? И потому что ты играешь так, что нигде не понятно, что там делается. А это очень важно. Вот ты говоришь, сыграй вместе в темпе. Можно начать сыграть? Конечно. Да, понятно. Учать было лучше, была лучше. Правда? Но, пожалуйста, не нужно так усердствовать на форте-белом. Вот это очень грубо. Такой релиз. Просто форте одно, там не нужно слишком много. То есть, сыграй то же самое и дальше попробуй. То же самое, если делаешь на форте-белом. Да, слишком много. Это не нужно просто. Теперь вот это как бы квазикруппету можно играть не точно как написано, но чуть-чуть пораньше. Да. Да. Что в главности? Да. Главное это соль, ля, 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 ля. Не-не-не. Не жди. Не-не-не. Последно. Извините. Вы сыграли только правую. Нет. Ты ждешь очень. Посмотри. Вообще не надо практически. Да. Да. Опять не ждешь. Ты понимаешь? Я понимаю тебя, потому что там есть точка. И ты хочешь быть очень той же. И все. Подожди. Да. Нет. Не надо ждать. Да. Еще это маме, прости. Знаешь, у тебя вот такая... Это хорошо, это неплохо. Но когда ты, например, сидишь и играешь, у тебя, так сказать, в мыслях это точка, и потом... Да. Ты делаешь какие-то дела, движения вот корпусов. Нет. Нет. Только руки и только пальцы. Да. Да. Пятый. Да. 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 Я тебе... Если можно, ты больше ее дату. А там... Девять же. Что? Нет. Девять же. Это другой. Я веду завтра второй, восьмой. Что значит? Нет. Я сыграю все то же. Да. 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 Нет. 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 Нет, нет украшения никакого. Ты видишь, посмотри, это все пиано. Да. Пиано, пиано. Да. Пиано, пиано. Да. Ну, например, здесь, я делаю. Держу до конца такта. Да. Пусть это будет. До северной немножко позже. Это не страшно. Да. 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 Главное, что этот квартекс таком. Да. Держим до конца. Нет. Ты снимаешь раньше. Да. 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 Пиано. Да. 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 И теперь здесь, да, что возьмите. Это очень важно. Очень важно. Очень важно. А мы решили соединить? Ты знаешь, что можно, конечно, это не грех соединять. В принципе, знаешь, почему, на мой взгляд, это более выразительно чем-то... А? А? И, наверное, по-другому. И тоже. Теперь, с вами, пальцы здесь. Все, ребят, первый, второй, третий, первый, второй, третий. Вообще не менять никаких там других пальцев. Вот здесь. Понимаете? Это может показаться непривычно, но это очень эффективно, потому что... Это очень важно, чтобы они были совершенно равны. Но сыграть правую только. Вот вместе, да? Да. Не-не-не, все, ребят, первый, второй, третий. Это очень просто. Да? Да. Только единственное, что... Обрати тоже внимание. Только нету крышей. Покажи еще раз. Подожди. Там. 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 Если вы вместе там, там. Там. А, здесь, всё. Бескрешендо, бескрешендо, до конца. Молодец, вот этими пальцами. Лучше сыграть с основной ноты и не ждать подряд. Не надо ждать начала. А здесь, извини, первый раз. Первый раз, второй, 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 первый. Второй раз, второй, третий, второй, первый. То есть надо все время думать о том, чтобы когда вот такого рода идет украшение, там, группе, то и надо, чтобы злодействованы были две, вторые, третьи пальцы. Понимаешь? Потому что когда у тебя там четвертый, четвертый пальцы всегда бывает, ну, как-то такой дискомфорт создает. Конечно, что можно, но когда ты знаешь, как это должно быть, можно и четвертый. Но здесь можно, то есть третий, второй, ну, неудобно, а потом неудобно. А сейчас это будет способ, но просто начинать только как запом, пати. Кто-то так разговаривает. Я понимаю, что, может, мне это не мешает, но... И там второй, третий. Тоже как второй, третий. Понятно? Только первый раз, второй, четвертый, а потом уже второй, третий, да? И дальше, я скажу, где пальцы здесь. Третий, четвертый, четвертый, четвертый. Третий. А потом, третий. Да, 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 да... То есть артикулировать от дол, это очень точная Это очень точно, так, а ты начинаешь. Можно рискованно начинать с первого паза, со второго, а потом по первой, четвертой, третьей. Можно, конечно, четвертой, четвертой, четвертой. Ну, как-то не знаю. Да нет, ну давай, давай, давай. Вот тоже самое. Ну, почему не так? Это пиано больше. Вот здесь тоже самое, чтобы... То есть очень помогут тебе вторые, третьи трионды в каждом случае. И вниз тоже. И это все до конца форта. Только... Кстати, очень неудобная здесь левая рука. Да. Она неудобная, потому что должно быть все слышно. И на коне. Подранку. Подранку. И дошли. Да. То есть все время такой мотор. Сыграет, откуда ни тебе удобно. Отсюда. И тоже не ждать. Так же, как в самом начале. Да. И все на пиано. Да. Да. То не ждать. Да. 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 И фо, не супи то. Ты понимаешь? Дело в том, что когда ты ждешь немножко больше, чем нужно, по боку так. Понимаешь? Ты начинаешь как-то говорить так, что тебе непонятно. Мне, например, непонятны твои слова. Да. Вот что ты про... Да-да-да. Все равно это как ухти воспринимать. Потому что очень много нот. Понимаешь? Да. Ты как будто что-то хочешь сказать и захлебываешься у тебя что-то во рту, и ты не понимаешь, как это надо сделать. И проглотить, и что-то сказать. Понимаешь? Ага. И все. Все равно это воспринимается как глупо, поэтому с пунктиром. Только нет, нет, нет. Левая, очень точная левая. Нет, нет. Нет. Не надо. Да-да. 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 До конца, в половину. Додержать. Последняя не должна быть длиннее, может быть в левой руке может быть чуть-чуть длиннее четверть, но не в правой. Кстати, извини, у тебя, в принципе, получается, но, если ты обратишь внимание на то, что... Немножко, но, в принципе, получается, понимаешь, потому что у тебя, как сказать, у тебя характер правильный. А этот характер правильный и не очень такое, в смысле, как сказать, совершенное исполнение, то как-то это прощается. Ну, один раз прощается, второй раз за, третий раз нет. Ну, пойдем. Ла бемоль очень важен. Не фа, си бемоль до, а именно ла бемоль. Понимаешь? Я не знаю почему, но это точно. Понимаешь? Вот это... То есть, если ты будешь учить это не помешать тебе, если ты будешь отдельно играть триолик, первую как бы легко, а вторую, третью больше артикулируй. Это каждый раз, в каждом случае. Хорошо? Так, примерно это тоже, да. Дальше... Да, значит, один, так сказать, существенный тут есть как-то очень в смысле, ну, существенное не замечание, а желание. Например, сыграй мне, можешь сыграть мне левую или меня, только левую. А? Да. Вот сейчас было лучше по времени. Потому что в правой луке пауза две четверти, а левую пауза, потом опять пауза, потом опять пауза. Это очень помогает, знаешь, если ты, представь себе, вот, если ты, знаешь, занимаешься, не играешь левую, а просто у тебя паузы, потому что в правой руке паузы, которые тоже музыка, да, а не просто левая рука, да. Так. Иду. 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 Понятно? Ну, дальше идет реприза, примерно то же самое, ну, не совсем, конечно, то же самое, то же самое никогда нечего. Понятно? Да. Детец, когда идет такой... Это надо... Отстанет секс. Понимаешь? Да. А, не просто левая рука. А, не просто левая рука. Да. Так, теперь левые руки... И, может быть, не стоит такое острое стаккату, когда в начале... Немножко тяжелее, да. И дальше идет... И тоже токация нашего сейта. Да, да. А потом... Да. А потом... Да. 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 Это все тоже самое. Дальше, что я хотела сказать... Да, я не очень понимаю, что у тебя здесь пальцы вот здесь... Сейчас я... Можно сыграть это? Да. Да. Начинать лучше со второго пальца. что Кстати, надо сказать по поводу пальцев. Конечно, пальцы очень важны, но пальцы у каждого редактора свои. Это Гольден Вейсер, я не думаю, что это такое. Это Гольден Вейсер странно, у него никогда на «Черных ладжах» первого пальца не бывало. Очень странно. Но неважно, это не имеет значения. Надо знать пальцы, но надо играть с теми пальцами, которые помогают тебе вскрывать всю архитектуру, всю артикуляцию написанного. А не просто «ну да, он сказал так, а у какого-то другого будет еще другого». А у Монзарта вообще, если ты возьмешь текст, там вообще пальцев нет. Вообще никаких, понимаешь? Поэтому тут это предоставляется полностью на, как бы, на решение самого исполнителя. Поэтому тут надо… Это более того, я тебе скажу, это нужно кончать вторым и начинать все потом со второго. Это не подальше, это не приклеивается с темного к ладо-демоль. Жидорас, ни штрихи. Да, теперь секрай дальше. Нет? Нет? А почему ты как второй? Нет? А первый, извините. Это три восьмых. Это еще не триоль. И это начинается со второго. И тут до этого немножко дальше идти. И вот что-то… Это, соревнования. Потом… Вообще, избегай, наверное… Вообще, избегай, наверное… … … … … … … … То есть, все время третий палец, а не первый. Да? Не нравится? Да? Не надо тебе… Убери первую вообще… … 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 ... … Играя полностью акком, какими пальцами ты будешь играть ломаные арпеджи. Идёт и дальше идёт, посмотрите как плывет. Тебя опять? То же самое. Кстати, я к этому пришла совсем недавно, я раньше играла нормальные пальцы. Это не только легко, это случится так, как должно быть. Легко, не знаю. Это должно быть очень выразительно. Здесь тоже самое, со стороны. Здесь тоже держали. Теперь, вот очень важное. Кстати, странно, что здесь. Здесь это не пиано. А вот тут уже. Уже идут форты. Понятно, да? Начали. Что за пальцы у тебя здесь? Ну, как надо. Я сейчас не знаю. Вы же того и где. Сейчас, Славочка. Я хорошо посадил. Где-то, 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 где-то. Плохо. Позже. Потом. Позже. Да. Позже. Да. Позже. Или в углу. Это уже как от тебя зависит. Как же на сколько тебе. А это ужасно. Да, это ужасно. Да, да. Надо думать. Слушайте, он всегда ненавидел на черных клавишах первое. И сам написал. Позже. Позже. А ты... Чтобы были паузы. Не слышны паузы. У него в этом такте нету сварцанков. Это очень интересно. И потом опять сварцанков. И потом опять сварцанков. То есть, когда он идет на октаву ниже. Обратите внимание. Там нету сварцанков. А потом опять сварцанков. И берем. Вот так. Молодец. Спасибо. Спасибо.